Телеканал КРТ представляет И подвергся резкой критике Прежде чем описывать реакцию международного сообщества на этот законодательный акт, вкратце охарактеризуем его содержание В вольном изложении основные нововведения закона заключаются в следующем Деятельность, направленная на отделение Гонконга от Китая, свержение строя, терроризм, а также сговор с другими государствами, караются лишением свободы на срок от трех лет до пожизненного заключения Разжигание вражды по отношению к центральным властям Китая и региональному правительству Гонконга является преступлением Повреждение транспортных объектов может считаться терроризмом Напомним, ранее митингующие неоднократно блокировали городскую инфраструктуру во время продолжительных демонстраций Признанные виновными в этих преступлениях не могут занимать государственные должности Пекин создат в Гонконге новое ведомство по безопасности, напрямую подчиненное центральным властям и состоящее из сотрудников, которые находятся вне контроля местной администрации Глава исполнительной власти Гонконга наделяется правом назначать судей для рассмотрения дел, касающихся национальной безопасности Местный министр юстиции сможет решать, назначать ли суд присяжных Решения, которые будет принимать местная комиссия по безопасности, не могут оспариваться в суде Китайская прокуратура сможет брать на себя расследование особо серьезных дел, а некоторые суды будут проходить в закрытом режиме Будет усилен контроль над иностранными неправительственными организациями и информационными агентствами У зрителей незнакомых с ситуацией может возникнуть недоумение относительно того, почему данный закон в Китае был принят только сейчас Ведь для жителей большинства стран на нашей планете прописанные в нем положения отнюдь не удивительны В чуть более мягкой или чуть более жесткой форме они содержатся в законодательстве любого государства Например, призывы к нарушению территориальной целостности, сепаратизм или свержению конституционного строя караются абсолютно в любом государстве То же самое относится и к целенаправленным диверсиям по выводу из строя транспортной инфраструктуры А вот пункт о том, что в Гонконге появятся китайские силы безопасности, для человека несведущего вообще может выглядеть удивительным То есть как это? Регион с 1997 года находится в составе государства и при этом на его территории до сих пор не было китайских органов безопасности Отвечаем, да, не было В 1997 году Гонконг возвращался в состав Китая на основе принципа «одна страна, две системы» Последний предполагал, что центральное правительство КНР не будет окончательно синхронизировать законодательство бывшей британской колонии со своим собственным как минимум до 2047 года В частности, на территории Гонконга не были образованы подразделения китайских органов полиции и госбезопасности Вместо них порядок в городе продолжала охранять местная полиция, доставшаяся в наследство от периода британского владычества Местные полицейские подразделения экипированы и обучены гораздо хуже, чем их коллеги из материкового Китая Их должностные инструкции гораздо более мягкие и щадящие Они не рассчитаны на подавление массовых, хорошо скоординированных протестов, подобных тем, что начались летом прошлого года Напомним, около года назад в Гонконге с подачи Пекина попытались принять закон об экстрадиции Согласно которому местных жителей, совершивших преступления за рубежом, могли выдавать в те страны, с которыми нет соответствующего соглашения у Гонконга, но есть у КНР Местная либеральная и пробританская общественность возмутилась такими намерениями В результате чего все прошлое лето и часть осени в Гонконге прошли под знаком массовых беспорядков Со временем лозунги и действия митингующих становились все более радикальными, а страны Запада оказывали им все более явную поддержку В частности, один из лидеров протестного движения гонконгеров Именно так называли себя митингующие, подчеркивая собственное отличие от материковых китайцев По имени Джошуа Вонг в 2019 году успел побывать с визитами в Германии и США, где выступал с лекциями о свободе и демократии в Гонконге, попутно встречаясь с высокопоставленными дипломатами Во время визитов в ФРГ с ним даже встретился министр иностранных дел Как видим, причины для ужесточения законодательства в вопросе наведения порядка и обеспечения безопасности в Гонконге у Китая были Равно как и у западных партнеров были причины осуждать подобные действия С момента возвращения Гонконга под власть в Китай в 1997 году регион оставался форпостом Через который Британия и ее союзники пытались проецировать свое влияние на Китай и сохранять контроль над экономическими потоками в этом важном портовом городе Сказать, что город был наводнен агентами иностранного влияния, это ничего не сказать Лоббисты британских интересов пробрались даже в местное законодательное собрание Сегодня западные источники с упоением цитируют их критику в адрес нового закона Вот, например, британская новостная служба BBC цитирует слова оппозиционного законодателя Гонконга Клаудии Мо Цитирую Целью китайского законодательства о национальной безопасности было шокировать Гонконг до состояния ничто Люди будут настолько ошарашены, настолько напуганы и запуганы, что не посмеют ничего сказать или сделать, предпринять какие-то оппозиционные действия Однако, похоже, шокированные до состояния ничто гонконгеры не поняли намеков китайских властей И вот уже 1 июля, в день 23 годовщины воссоединения региона с Китаем, все та же BBC радостно смаковала подробности свежих уличных беспорядков Цитируем 1 июля, в день 23 годовщины передачи Гонконга от Британии к Китаю, группы сторонников демократии заполонили улицы популярного торгового района города Для их разгона полиция применила слезоточивый газ И далее Продемократические активисты заявили, что вопреки запрету проведут таки традиционный марш в этот день Мы устраиваем шествие каждый год и мы продолжим это делать Сказал агентству рейтер Лён Квон Хун, известный гонконгский политический активист-ветеран В соцсетях появились фотографии плаката от имени полиции, предупреждающего участников протестов о том, что по новому закону о безопасности может считаться преступлением Если вы демонстрируете флаги или плакаты, скандируете слоганы, показываете своим поведением такие намерения, как сепаратизм или подрывная деятельность Которые могут представлять собой преступления по новому закону о совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга Вас могут арестовать и привлечь к ответственности, гласит плакат Как мы понимаем, протестующие не восприняли написанное на плакате и самое главное в новом законе всерьез За что и поплатились Но интерес вызывает даже не это, а то, как события осветили в западных СМИ Следите за руками! Вот что пишет нам журналист The New York Times Хавьер Эрнандес в своей статье о первых жертвах нового закона Цитирую В ходе этой первоначальной проверки закона в деле в среду был арестован мужчина, который развернул флаг Гонконга во время демонстрации А полиция заявила в Твиттере, что его задержали за нарушение закона о национальной безопасности Это был первый арест после вступления закона в силу Сказали в полиции Обратите внимание на пассаж, развернув флаг Гонконга Выглядит так, как будто мирного протестующего упекли в кутузку за демонстрацию официального флага своего региона Вызывает протестные чувства, не правда ли? А теперь смотрим исходный твит гонконгской полиции На снимке отчетливо видно, что речь идет не о флаге Гонконга, а о неком черном куске материи, на котором белыми буквами выведен лозунг «Независимость Гонконгу» Чувствуете разницу? Так, еще в мае в совместном заявлении Австралия, Канада, Великобритания и США заявили, цитирую Решение Китая навязать Гонконгу новый закон о национальной безопасности Вступает в прямое противоречие с его международными обязательствами Они призвали Пекин сотрудничать с правительством и народом Гонконга, чтобы найти взаимоприемлемое решение Между тем, в Китае все громче раздаются обращенные на Запад голоса о том, что, как говорится, нечего на зеркало пенять Так, 7 июля в гонконгской газете South China Morning Post вышла статья журналиста Мэтта Хо под названием «Как закон о национальной безопасности в Гонконге соотносится с законодательством других стран» В ней автор приводит полный английский текст, подписанного председателем КНР закона И сравнивает его с подобными законодательными актами, принятыми в других странах региона Цитируем публикацию Отдельные спорные положения также включены в законе о безопасности, разработанные Австралией и Тайванем Два года назад Австралия приняла новое законодательство о национальной безопасности и иностранном вмешательстве А самоуправляемый Тайвань в декабре принял закон о борьбе с вмешательством Тайваньский закон предусматривает штрафы и до 5 лет тюремного заключения для любого, кто осужден За получение средств, инструкций или пожертвований от внешних сил Для проведения публичных акций, избирательных кампаний, лоббирования среди государственных должностных лиц Или нарушения общественного порядка Трудно не согласиться с автором, задающимся вполне резонным вопросом Если китайский закон о безопасности в Гонконге так ужасен То почему аналогичной критике не подверглись подобные законы, принятые на Тайване, в Сингапуре И даже решительно осудившие действия КНР Австралии И как тут не процитировать слова из недавнего твита бабушки американской демократии Хиллари Клинтон Цитирую Я думаю сегодня о молодых людях в Гонконге, которые не потеряли надежду на демократию Новый закон о безопасности, введенный китайским правительством, является леденящим ударом по правам человека И расширением авторитарного правления, которое должна осуждать каждая демократическая страна Теперь замените слова китайским правительством на слова сингапурским правительством или австралийским правительством И попробуйте прочесть цитату снова Не получается такое представить? Вот и у меня не получается Двойные стандарты, такие двойные Добавляйте 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 Добавляйте